В мае 2019 года в Санкт-Петербурге, в гостинице «Санкт-Петербург» прошла первая в мире конференция по классической китайской медицине, в которой принимали участие специалисты из разных стран мира – Великобритании, Швеции, Нидерландов, Израиля. В конференции принимал участие президент Ассоциации классической китайской медицины Питер Ван Кервель из Голландии. Добро пожаловать на первую международную конференцию по классической китайской медицине, которая проходит в Санкт-Петербурге 2019 года, Россия. Это первая из следующих многих конференций. Я надеюсь, у нас будет еще много конференций. Добрый день, меня зовут Сам Пател, я акупунктурист и учитель акупунктуры, и я очень рад быть приглашен на первую конференцию по классической китайской медицине в России. И темой моего сегодняшнего выступления было бесплодие и поликистоз яичников, и как акупунктура может помочь при этой проблеме. Меня зовут Хан Дейбл, я акупунктурист и учитель акупунктуры из Голландии. Я очень рад рассказать немного о внутричерепных артериях и велизиевом круге в Санкт-Петербурге. Добрый день, мое имя Гадди Маркус. Я приехал из Израиля. Я очень рад принимать участие в этой конференции по классической китайской медицине. Я буду разговаривать о различиях и конфликтах между западной медициной и акупунктурой. И также о том, как эти две темы могут встретиться друг с другом и взаимодействовать. Здравствуйте, мой имя Ульф Олемарк, я из Свеции. Добрый день, меня зовут Ульф Олемарк, из Швеции. Я веду школу акупунктуры в Свеции с 2008-2008. И я очень рад быть приглашенным на эту конференцию в Санкт-Петербурге. В этот раз я буду рассказывать о категории точек, которые называются стволовые точки. И также о категории точек, которые называются альтернативные стволовые точки. Традиционные виды медицины в последние десятилетия бурно развиваются и познаются медицинским сообществом. Традиционные медицины по классификации Всемирной организации здравоохранения – это народная медицина, которая имеет посменные источники. Одно из направлений традиционной медицины – это классическая китайская медицина. Возникнув много веков назад, она прошла нелегкий путь. Истоки ее появления теряются в глубине веков, и мы не знаем, когда и где она появилась. Древним медикам удалось сохранить ее частицы в мудрых книгах, которые продолжают изучаться и расшифровываться всем мировым сообществом. Знания, накопленные в области классической китайской медицины, насчитывают несколько тысяч лет, и время подтвердило их актуальность. Огромное количество новой информации уже невозможно обрабатывать и оценивать в рамках одной школы или маленького сообщества. Специалисты объединяются в сообщества для совместных научных и прикладных исследований. Только объединившись, можно разобраться в хаосе информации и проверить ее на достоверность. Именно такое сообщество по изучению и продвижению классической китайской медицины и было создано в Питере. В планах сделать такие встречи регулярными. Цель встречи – объединить всех специалистов, практикующих иглотерапию для продуктивного общения и совместного совершенствования профессионального мастерства. Именно иглотерапия по нейтзин смогла увидеть связи западной медицины и медицины традиционной. В настоящий момент именно Россия вышла на передовые позиции в изучении и продвижении этого направления. Это связано со многими моментами и, в первую очередь, это огромный интерес врачей к результатам в лечении методами классической китайской медицины. Любознательность и желание помогать людям – это та яркая черта врачей, которые посвятили себя данному направлению. Огромная работа специалистов и ученых из разных уголков мира позволила найти связь с западной и традиционной медициной. Медицинское сообщество шло к этому давно, и, наконец, это свершилось. Возможность соединить современные достижения западной медицины и опыт медицины в древности позволяет получать результаты, о которых врачи не могли мечтать раньше. Мы в начале пути, и наша команда открыта для тех, кто ищет новых результатов в лечении заболеваний и помощи больным людям. Мы открыты для общения и будем рады видеть в следующем году на берегах Невы участников конференции по классической китайской медицине 2020 года. До встречи, коллеги! Мы ждем вас! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok